Кто там будет стоять? Может, тебе подмышлено? Смешно. Вот, смешно. Станцы, чьи программы боролись и победили. Не все победили, не во всех номинациях. Где есть провал, и над чем надо будет работать в следующем году, станет понятно уже через несколько минут. А пока я хочу позвать нашего дорогого гостя Эрика Альброфта. Это Deutsche Welle Академии. Человек опытный, проработавший в новостях, в репортажах. Много написавший книгу, кстати, о нашем президенте Медведеве. Ты об этом расскажешь попозже, я думаю, уже в кулак. И сейчас Эрик расскажет о тех, кто занял первое, второе, третье место в выпуске, ежедневный информационный выпуск. Откуда взять эти места? Оттуда! Для меня тоже загадка, поэтому... Хорошо, будем делать это очень коротко. Роминация, третье место, ежедневный информационный выпуск. Проработавшая станция... Сейм? Сейм. Сейм, город Курск. Спасибо большое, не знаю, что-нибудь сказать. Самое главное, это признание коллег, вот с чего вы нас оценили на третьем месте. Спасибо большое. Следующее... Второе место, тоже в новостях еще... Травистанция Е5КТ. Спасибо, для нас это, конечно, неожиданность, потому что обсуждение работы было достаточно критичным. Но мы очень рады, спасибо коллегам за поддержку и огромное спасибо Экране за такое чудесное выступление и за возможность нам, родейщикам, флановым взглянуть на свою работу и открыть второе дыхание. Я уверена, что все мы приедем в свои города и начнем работать и творить по-новому. И спасибо вместе родителям. Спасибо, у меня тоже, чтобы у меня вышла такая возможность, что я сейчас первое место. Программа «Выпуск новостей» называется, и это радио «Россия Резан». Огромное спасибо, абсолютно неожиданность, честно скажу, прям в шоке. Спасибо, Эрику. Я хочу пригласить Веру Новохадскую для того, чтобы объединить победителей в номинации «Тематическая программа». В номинации «Тематическая программа» мне говорится, что нужно быть кто боролся, но много кто боролся, пять программ боролись. Было довольно интересное осуждение, и в общем, нам все было чудесно провести это время вместе. Но, а где я извиняюсь, а, ну хорошо, боролись «Европа плюс Орел», «Липецк ФМ», «Город Липецк», «Радио Лолдореченск», «Волдореченск», «Всеев Курск», «Эхо Москвы» и «Липецк». А теперь узнаем те, кто поборол остальных. Итак, «Тематическая программа», «Третье место». Программа называется «Страна ФМ». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я вижу, что ребята, которые принимали участие в программе «Страна ФМ», помогали нам делать, и это ребята совершенно из других регионов, из других городов, которые живут до сотни. Вот Каминск-Уральский в частности, они тоже помогали нам делать эту программу. Поэтому мы тоже, естественно, большое спасибо. Отличный проект, вообще очень такой жизнеутверждающий, что называется, которого долгая жизнь. Мне кажется, а куда делся список? А теперь второе место, тематическая программа. Это программа техника безопасности радиостанции «Эхо Москве» в городе Ленинск. Программа техника безопасности. Ребята, я так понимаю, что это наших коллег, да, их нет. Это не наш колдинг, а совершенно не наша радиостанция. Ну, расставляйтесь. А так мы придется вести, потому что так получилось, что было рядом, в нужное время в нужном месте. Выкупальник возьмите. Привет нашим коллегам «Эхо Москвы». Ура! 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 И, наконец, первое место. Подождем. Подождем. Еще подождем минуту. Я понимаю. Интересно. Тематическая программа, номинация «Первое место». А программа называется «Ушедший в поход». Это радиостанция «Симь», город Курск. Поздравляем. Спасибо. Еще раз здравствуйте. Я не знаю, что-то другое. Исключительно только. Огромное спасибо еще раз всем коллегам, которые оценивают наши программы. Надеюсь, тем, кто послушал, понравились, оценили. Спасибо большое. Спасибо вам за обсуждение. С вами было очень интересно обсуждать программу. Спасибо. Я вот села Каблуки. Все-таки два человека, которых я хотела бы пригласить сюда, чтобы вручить награды и объявить победителя в номинации «Репортаж». Это Геннадий Сырков, «Радио Маяк» или «Россия», Геннадий. И Макс Поляков, «Сыктывкар». Блеск. Почему Макс, я понимаю, почему я? Потому что ты тоже высокий. И красивый. У меня неприятные новости для всех, потому что, к сожалению, в Центральном федеральном округе в этом году было мало работ, и даже те работы, которые попали в «Российский список», к сожалению, были очень такие спорные. Там было много упущений. Были победы, но было очень много упущений. Это знак, это показатель. Нужно стараться, нужно искать, нужно пробовать по-разному, нужно учиться. Кстати, об этом будем завтра говорить в первом половине дня на практику, на презентации дистанционного курса. Ну, а сейчас давайте узнаем, кто уже все-таки из тех трех представленных работ, какое место занял. Награждается радио «Волгареченск». Программа «Уха по Волгареченске». Репортаж третье место. Спасибо большое. К сожалению, нет сейчас автора данной работы, но это очень приятно, признаю, коллег. Очень неожиданно. Большое спасибо. Будем стараться. Слово остаться? Да. А теперь второе место. А с другом, товарищи? Второго нет. И первого тоже нету. Друзья, у нас нету, к сожалению, в этом году ни первого, ни второго места по тем же причинам, которые мы озвучили. И это повод задуматься для ребят-репортеров из Центрального федерального округа о том, что над репортажем нужно думать, нужно экспериментировать, нужно расти в этом жанре. Друзья мои, думаю, на следующий год, может, два первых места дадим. Может быть, но я думаю, что и тем весомее победа той радиостанции, которая получила третье место. Благодаря еще раз. Не забывайте репортаж. Спасибо. Друзья, у нас осталась последняя номинация. Если вы вспомните начало фестиваля, амбиция одной из рук была такова. Мы хотели определить лучших в номинации аналитическая программа. Несколько лет мы искали эти программы, аналитики на радио мы не нашли. И решили, что мы сделаем один шаг назад и ввели номинацию вместо аналитической программы. Мы сделали дискуссионную программу. И опять терпеливо собирали, собирали, оценивали и понимали, что нет и качественных дискуссионных программ достаточного количества, которые могли бы бороться за финальную руку на фестивале. И мы сделали еще один шаг назад. И сделали номинацию ток-шоу. Решили найти качественный разговор и общение в эфире наших радиостанций. С этим стало немножко лучше, но не так хорошо, как хотелось. Потому что радио наше хоть и разговорное, но, к сожалению, вы знаете, какие проблемы с ток-шоу у нас есть. И хочу к этому непростому разговору о ток-шоу позвать Андрея Лохвердова, главного редактора фонда «Независимого радиовещания» и Елену Укорову, главного редактора интернет-ресурсии «Подстанции». Может быть, они покажут вам мастер-класс? Скажешь что-нибудь? Да нет, просто я ток-шоу люблю, конечно, но я не умею его готовить в последнее время, потому что у меня нет хороших примеров. Обычно же ты воруешь у кого-то что-то. Как-то живешь в этой среде, в этом винегрете, если есть атмосфера ток-шоу, то она есть. Тогда рождается новое, прекрасное, чудесное. Если есть только единицы, которые работают в этом жанре, тогда все мы немножко становимся чуть-чуть ниже, чуть-чуть карликами. Ну, не хочу обидеть хоббитов, но имеется в виду, что если ток-шоу серьезные, хорошие, то все ток-шоу становятся немножко выше на голову. То же самое, что с репортажем, с новостями. Я не знаю, Андрей, об этом больше специалист? Может быть, он скажет что-нибудь более разумное? Да нет, собственно, я более разумного не скажу. Я просто хочу, чтобы вы согласились с нами, что когда мы вручаем первое место, это работа, которая олицетворяет собой некий уровень, к которому должны стремиться все. Нельзя говорить о каком-то стандарте качества, поскольку мы говорим о творческой работе, но какой-то профессиональный уровень, который должен быть ориентирован для других. Мне кажется, это должно быть связано с первым местом. Я хочу сказать, что на самом деле я слышу, когда я езжу по России, много хороших ток-шоу. Я не понимаю, почему их не присылают на фестиваль. У меня какое-то ощущение, что немножко есть какая-то боязнь или страх к тому, чтобы послать искреннее, откровенное, интересное и странное. Я правда, когда включаю в гостиницы местные радиостанции, я слышу очень часто ток-шоу лучше, чем то, что мы получаем на конкурс. И это для меня просто удивительно. Да, к сожалению, вот среди тех работ, которые мы обсуждали, работ, которые стали бы таким своего рода эталоном, мы не нашли. Но, тем не менее, есть те, кто все-таки сделал это достаточно достойным образом. Поэтому мы вручаем. Первое место не будет, но есть второе и третье. Третье место получает программа «Антифабрика» с Данилой Южаком и радиомаяк Иванова. А, некому. Понятно. Второе место. Ура-ура! Радиостанция «Синь», город Курск. Программа «Гостиная». Чувак! Есть! Да я буду ел уже всем. Одно и то же говорю все время. Спасибо большое. Конечно, не можем служить примером. Я знаю даже в чем. Но не буду рассказывать о том, как. Может, в следующий раз получится. Спасибо большое. Характерно то, что в обе программы это встреча с музыкантами. Ну, в общем-то, альтернативными музыкантами. Это не социальное шоу. Не разговор на социальные темы. А скорее вот какой-то разговор о том искусстве, которое не представлено на радио. Вот, собственно, и все. Так, дорогие друзья. С нашими конкурсными номинациями мы закончили. Перелестнули эту страницу. Я хочу подвести итоги двух, трех дней, которые мы с вами провели вместе в таком активном режиме. И хочу спасибо сказать нашим коллегам, которые работали не только с журналистами, но и с нашими студентами, работали с людьми, которые радиостанциями управляют, программируют. А поверьте, это большой труд. И нам очень важно, что эти люди приезжают, слушают и учатся. И, в общем-то, стараются вместе с журналистами, которые думают о качественной журналистике, стараются сделать радио качественным и профессиональным. Хочу сказать большое спасибо Роме Пивоварову. Саше Бездорохов сейчас тоже придет. День был тяжелый, но очень благотворный. Хочу спасибо сказать Питу Тридишу, который запаял их передатчиков, так что можно охватить, если 14 передатчиков умножить на 3 метра, это получается сколько? 58 метров радиосвещания. Вы могли бы здесь с вами провещать. Хочу сказать большое спасибо Алексею Глазатову, Рите Митрофановой, Дмитрию Быкову. То есть вы видите люди, которые проявляют интерес и готовность общаться в профессиональном сообществе. Это очень важно. Давайте разговаривать вместе с ними. И, может быть, открою маленький секрет, который нам сегодня транслировала Рита Митрофанова про Сашу Абрахимову. Она сказала, что ты ей сказал, что у тебя уже есть желание стать не просто, ну, предположим, ты умеешь быть не только новостным ведущим, но и готов уже стать ведущим больших разговорных форматов. Это так? Так так или не так? Хорошо. Итак, дорогие друзья, спасибо большое. Два слова, как мы живем завтра. Завтра живем в другом здании. Русское зарубежье позади. Впереди библиотека иностранной литературы, а за ней кинотеатр и иллюзион. Все поняли? В русское зарубежье не идем. В 9 часов 30 минут. Олег Нестеров, мегаполис Нигири. Кто еще не записался, пожалуйста, подойдите ко мне и сообщите, кто планирует завтра в 9 часов 30 минут прийти на утренний кофе с Олегом Нестеровым. Дальше Дмитрий Губин, Макс Поляков и господин Херц. На этом, ребята, церемония награждения в Центральном федеральном ул. Я объявляюсь закрытым. Всем спасибо огромное. Просвечер для общения. Продолжение следует...